Несмотря на то, что COVID-19 с нами уже больше года, до сих пор в СМИ появляются новости о том, что ученые обнаружили его новые особенности. Чаще всего журналисты пишут о том, какие последствия может вызвать перенесенная коронавирусная инфекция. Болезнь эта по-прежнему малоизучена и может преподнести еще много неприятных сюрпризов. Даже если человек перенес COVID в легкой или бессимптомной форме, медики рекомендуют прислушиваться к себе, следить за здоровьем, соблюдать режим дня, отказаться от вредных привычек, поддерживать физическую активность. Если инфекция протекала с осложнениями, сопровождалась тяжелым поражением легких, то потребуется некоторое время для восстановления организма. Таким пациентам при выписке рекомендуется выполнение дыхательных упражнений в домашних условиях, ежедневные пешие прогулки на свежем воздухе, дозируя темп и следяя за чистотой дыхания. Чаще всего коронавирус поражает обонятельные вкусовые рецепторы. При средне-тяжелых формах он наносит удар по легким. Коронавирус способен поражать нервную ткань. Клинические симптомы в этом случае проявляются в виде неврологических расстройств. Головная боль, снижение памяти, нарушение сна, известны случаи психомоторного возбуждения пациента. Восстановление зависит от степени тяжести перенесенной инфекции. Если у пациента имеются сопутствующие хронические заболевания, заболевание протекало в тяжелой форме, сопровождалось большим объемом поражений легочной ткани, пациенту проводилась искусственная вентиляция легких, ожидать, что пациент быстро вернется в привычный образ жизни после выписки не приходится. В первую очередь, человеку, перенесшему ковид, нужно обратиться к участковому терапевту. Специалист после осмотра оценит динамику, при необходимости назначит дополнительное обследование и определит тактику лечения.